здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу пообщаться о том как правильно хранить домашнее вино общепринятые нормы хранения при температуре от 10 до 16 градусов и влажности 70 процентов это конечно здорово хорошо но у нас к сожалению в квартирах и домах не всегда есть условия для того чтобы правильно вино хранить в этом температурном режиме я рекомендую всем экспериментировать дорогие друзья например вино модера с одноименного острова модера хранится при температурах вот у него режим созревания при температурах от 40 до 60 градусов тепла и прекрасное вино известная на весь мир поэтому экспериментируйте со своим домашним вином обязательно храните вино в горизонтальном положении потому что в горизонтальном положении у вас всегда пробка ваша пробочка будет мокрая то есть вы предотвратите рассыхание пробки если пробка рассохнется будет попадать туда какая-то гадость вино пропадет поэтому правильное хранение вина это в горизонтальном виде и обязательно храните в темном помещении в прохладном хотя бы темном помещении вот у нас здесь в погребе зимой бывает до 8 градусов тепла а летом больше 20 ну общий диапазон все равно где-то 10 10 18 градусов храните в темном помещении помещение обязательно проветривайте чтобы не было никаких посторонних запахов потому что вино дышит через пробку она какие-то соседние рядом стоящие овощи просто испортят вкус нашего вина и но так как так себе будет удовольствие пить такое вино и еще такая фишка дорогие друзья не храните в холодильнике с с едой с со всеми своими яйцами и так далее вино опять же тот же самый эффект даже если там правильный будет температурный режим там 10 градусов вы ставите на современных холодильниках это делать можно ну у вас там будет повседневный борщ стоять ваше вино просто пропитается этим запахом и вкусом если есть желание приобретайте дорогостоящие холодильники для вина или используйте холодильник только для вина вот такой вам совет но у нас кстати часть вина тоже хранится в холодильнике но то вино которое мы будем пить там в ближайшее время конкретно это вино у нас хранится с 2018 года сегодня уже 21 год и я хочу сказать что она не теряет а только улучшает вкус то есть принципе домашнее вино можно хранить года если она у вас была правильно приготовлена то никаких проблем не должно с этим возникать я оставляю с каждого розлива по несколько бутылок и проходит год мы открываем и пробуем ребята вкус однозначно улучшается вино созревает какие важные условия у вас должно но храниться в без различных вибраций вот сейчас я взял вино но это неправильно если взял то выпей да здесь в чем смысл чем меньше мы его тревожим тем она лучше вот этот процесс созревания его происходит что еще касается хранения мы храним основную часть бутылка потому что мы делаем его ним небольшое количество и она у нас как-то расходится остаются несколько бутылок которые мы там на пост на на долгое хранение кладем если у вас большие масштабы и есть условия погреба и так далее то вполне вы можете выбраживать и вернее ставить на созревание намного на долгое хранение свое вино в больших емкостях а если это будет деревянная дубовая бочка это вообще прекрасно вот но у меня отношение к этому какой если открыл емкость большую то ее уже надо что-то с ней делать либо выпивать либо развивать по бутылкам соблюдением всех норм чистоты и так далее каждый раз когда мы тревожим емкость есть риск заразить ее какими нибудь бактериями ну в общем вино испортить поэтому для такого случая когда мы допустим можем выпить вечером бутылку вина чтобы не открывать 20 литровую там какую-то емкость но смысл нам отливать это емкости пол литра вина для того чтобы удовлетворить свои потребности что еще относительно как 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 вино хранить в погребе но вот если у вас нету возможности там это все как-то сложить аккуратно на полке то можно хранить и вот в таком состоянии в горизонтальном в ящиках вот я сделал пару лет назад вот такую полочку элементарно очень кстати всем рекомендую потому что купить что-то аналогичное для того чтобы у себя в погребе или дома разместить но достаточно мощные финансовые затраты здесь я потратил но дня три наверное можно использовать обычные доски доска десятка и я брал коронку на дрель высверливал вот эти вот отверстия потом их немножко надо было конечно расширять все равно туши не я по крайней мере не нашел нужного размера коронки ну повозился пару-тройку дней получилась такая полка в этом году вот мы и передали цвет вообще до этого стояло просто в изначальном виде причем доски были был поэтому сильно не заморачивался зато сейчас вот как бы это имеет вот такой вот вид поэтому дорогие друзья если есть какие-то возможности что-то сделать как бы своими силами почему бы и нет для украшения своего погреба и тогда мой основной совет экспериментируйте пробуйте домашнее вино но для того и домашнее вино чтобы можно было с ним проводить эксперименты из какого-то сорта розлива оставляйте себе на следующий на на года оставляйте себе как какое-то вино для того чтобы можно было анализировать вкус и вкус реально меняется и меняется ну наверное сто процентов в лучшую в лучшую сторону по крайней мере из того вина который делали мы не попадалось мне какую-то испорченное вино и так далее ну надо соблюдать технологию чтобы все было во время розлива у нас чистой емкости и так далее поэтому дорогие друзья во первых с новым годом во вторых всех благ в третьих до новых встреч мы обязательно вернемся еще к теме виноделия до свидания